Говорят, бояться надо не собак, а их владельцев. Однако вышло так, по законам, которые приняли, за безответственных людей заплатят собаки. Чем? Собственной жизнью. Почему? Потому что между собакой и человеком выбор для многих очевиден. Глава Бурятии и депутаты Хурала не против собак, но пожизненное содержание животных республиканский бюджет не потянет. После принятия закона активизировались неравнодушные люди. Они разбирают бездомных животных в приютах. К примеру, здесь в возрождении находится больше двух тысяч братьев наших меньших. Забирают животных у нас в основном, конечно, маленьких малышей. Щенят и котят. В среднем, конечно, если взять статистику за год, щенят и котят, ну, 200-300, наверное, мы пристраиваем. Приют этот частный. Собак тут не усыпляют. Живут пожертвованиями. Пока хватает. Здесь у нас находится корма для животных, которые мы закупаем раз в два дня на сумму 58 тысяч рублей. Больше, к сожалению, на дне мы не можем закупить. Здесь у нас находятся макароны, перловка и сухие корма, которые нам отправляют волонтеры с разных городов. Тем временем в Госдуме страны заинтересовались принятым законом в нашей республике. Так, в федеральном законе сказано, что обращение с бездомными животными осуществляется на принципах гуманности и не должно предполагать методов, которые связаны с жестоким обращением. Полномочия регионов никак не предполагают массовое истребление животных. Это по-прежнему в российском законодательстве является уголовным преступлением. Есть и те, кто считают, что закон поможет правительству избавиться от животных, которые содержатся в приютах, созданных для отмыва денег, но проблему не решит. Будут по-прежнему неэффективно тратиться деньги из бюджета. А наказывать нужно тех, кто выбрасывает щенков в коробках, используя систему видеонаблюдения, привлекать таких людей к ответственности за жестокое обращение с животными. В основном, конечно, нам собак и кошек подкидывают. Привозят тоже очень часто, но подкидывают еще больше. В основном, конечно, это осень и весна. В мешках, в коробках подбрасывают под двери, подбрасывают под гору. С другой стороны, можно понять страх людей за жизнь как свою, так и близких, особенно детей и пожилых родственников. За последние годы в Бурятии было 6 резонансных случаев нападения собак на людей, в том числе 4 смертельных. Погибли 7-летний мальчик в Севербайкальском, 10-летняя девочка и 80-летняя пенсионерка в Заиграевском и 64-летняя женщина в Иволгинском районах. А сколько искалечено! Кто вернет здоровье? Зоозащитники отвечают, все равно массовым убийством собак проблему не решить. Нужно менять отношения людей. Назвали красивым словом эвтаназия. Но ведь это же не красивое слово эвтаназия, это же на самом деле слово убийство. Они хотят убивать животных. Они просто не могут найти, наверное, выход из ситуации и решили таким способом. Какой выход? Ну, для начала, наверное, это большие штрафы на хозяев животных. А потом? Ну, а потом уже как бы посмотреть, как будет процесс идти. А потом уже решать. Ну и, конечно, стерилизация, обязательно стерилизация животных. Это должно быть обязательно. В управлении ветеринарии делятся мнением, что система отлов-выпуск неэффективна. Она не мешает выпущенным собакам сбиваться в стаи и нападать на людей. А у нас зарегистрировано более 2000 таких фактов только в этом году. Отметим мы и то, что пока что еще ни одну бурятскую собаку не усыпили по новому закону. От государственного финансирования уже отказался директор приюта Ананда. В случае, если владельцы приютов принимают решение содержать животных без владельцев за счет собственных средств, то приют для животных обязан зарегистрировать такое животное в соответствии с установленным порядком, прокомментировали в управлении ветеринарии. Мы же обратимся к практике других стран. Так, в Германии, Норвегии, Франции, США и Швеции введен высокий налог на содержание питомца. В Люксембурге и Италии за выброшенную собаку можно получить тюремный срок – от одного года до трех лет. А вот страной, где проблема решена и бездомных животных нет, является Голландия. Мировой лидер по числу бродячих животных – Китай. Причем на убийстве животных в КНР не останавливаются. Их используют в пищу. Подытоживая, все-таки следует признать то, что распространение беспризорных животных – это скорее следствие. Причина – это безответственность и небрежность владельцев, которые бросают или теряют своих питомцев. Поэтому всех неравнодушных людей зоозащитники в очередной раз призывают брать на свое попечение братьев наших меньших. Обращаться можно по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Дмитрий Гомбоев и Алексей Ромашов. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok